Настоящее 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 На полках выставочного зала разместилось больше 300 книг. Здесь есть и отдельные издания, и целые серии. Авторы публицистических и художественных произведений по-разному подходят к анализу прошлого, но все книги объединяют удивительное качество. Они дают ответы на одни вопросы и порождают другие. За 40 лет подвижнического литературного труда Пикуль вернул русскому человеку значительную часть великой родной истории. Миниатюры – серия исторических рассказов эссе. Каждая миниатюра рассказывает о личности, зачастую забытой, затерявшейся на просторах Российской империи. Герои миниатюр – это известные деятели, так и люди, чьи имена не на слуху. Но каждый из них внес свой вклад в историю, причем не только российскую. Выставка объединила книги, написанные авторами из разных стран и в разное время. Каждое произведение – это тонкое и чуткое отражение реальности. Благодаря книгам про историю Беларуси можно больше узнать о том, с какими трудностями сталкивались наши соотечественники несколько десятилетий назад, что их окружало и волновало. Благодаря Владимиру Короткевичу люди знакомятся с нашей страной. Владимир Короткевич не только показал, кто белорусы есть на самом деле, раскрыл их, но также соединил белорусскую историю с историей европейской. Короткевич проявил исключительную склонность к исторической тематике, много сделал для возрождения национального сознания белорусов. Писатель поднял широкие слои отечественной истории, передал дух прошедших эпох, создал неповторимые характеры, раскрыл богатый духовный мир своих героев и связал их личную судьбу с судьбой народной. На выставке «История в книгах» можно увидеть не только уже ставшие классическими произведения, но и открыть для себя новых, незаслуженно забытых авторов. Нередко отличные истории, просто теряются в общем количестве литературы. Такие обзорные выставки – отличная возможность углубиться в тему и найти неочевидное издание. В городе Хакадат на острове Хоккайдо стоит памятник первому российскому консулу в Японии – Иосифу Антоновичу Гашкевичу. Сын белорусского народа. Он первый из российских ученых побывал в Южной Африке. Изучил флору и фауну Китая, Филиппин, Кореи, Японии, о перипетиях его жизненного пути. И рассказывает эта книга, материал для которой писатель Гузанов собирал не только в России и Беларуси, но и в Японии, где по сей день живет память о нашем соотечественнике. Каждый читатель, обратившийся к литературным произведениям, откроет для себя много неожиданных фактов и событий. История государств с бунтами, войнами, поражениями и победами увлечет вас настолько, что вы не сможете остановиться. Редактор субтитров А.Семкин